На презентации 15 сентября компания Xiaomi показала нам новые флагманы Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro. Ссылка на приобретение данных смартфонов находится в описании под роликом. А я вам желаю приятного просмотра. Начнем пожалуй с Xiaomi 11T Pro. Начинка у данной модели QL-COME Snapdragon 888, сделанная по технологиям 5 нанометров. Благодаря QL-COME на флагман можно записывать видео в 8К. Задняя панель выполнена из стекла и на ней расположен блок камеры с разрешением 108 Мп. Дополняет его широкоугольная камера 8 Мп. Угол захвата составляет 120 градусов. Телемакро объектив 5 Мп. Имеется также фронтальная камера на 16 Мп. Смартфон установлен AMOLED дисплей с частотой обновления до 120 Гц. Full HD разрешением и диагональю 6,67 дюйм. Картинку дисплей будет передавать очень качественную, так как он может различать до 1 миллиарда различных цветов. Заявлена поддержка HDR10+. Защиту экрана отвечает технология Gorilla Glass Victus. Смартфон оборудован аккумулятором 5000 мАч. Одна из фишек данного смартфона это поддержка зарядки мощностью 120 Вт. Как заверяет производитель, зарядка смартфона с 0 до 100% числяется за 17 минут. Еще одно нововведение это функция Audio Zoom. Эта функция способна усилить звук того места, которое вы укажете на экране. Допустим, в вашей шумной компании кто-то будет играть на гитаре, а вокруг будет много постороннего шума. Эта функция уберет посторонние шумы и оставит только звук гитары. Помимо двух основных микрофонов предусмотрен третий. Он отвечает за работу системы шумоподавления. В нижней части имеется лоток под две наносим-карты. Биометрия в смартфоне тоже присутствует. Это сканер отпечатка пальца на экране и распознавание лица. Звук в этом смартфоне достаточно громкий. Тут установлены стереодинамики Dolby Atmos и Harman Kardon LDAC, что дает понять, что звук будет достаточно качественный. Его младший брат Xiaomi 11T. Почти копия своего старшего брата Xiaomi 11T Pro. Отличие лишь в том, что чипсет тут установлен Mediatek Dimensity 1200 по технологии 6 нанометров. Камера пишет в 4К, а не в 8К, как у Pro версии. Мощность заряда батареи 67 Вт. До 100% заряжает за 36 минут. По габаритам версия 11T и 11T Pro совершенно идентичны. У обоих смартфонов имеется защита от влаги по технологии IP68. Выполнены смартфоны в трех цветах. Белым, серым и градиентно-синим. У смартфонов имеется достаточно количества оперативной памяти, чтобы потянуть самые требовательные игры и играть в них достаточно долгое время. Большой экран позволит полностью погрузиться в игру и наслаждаться ею. Старт продаж начнется с 23 сентября. Предполагаемые цены на смартфон Xiaomi 11T на 128 ГБ 43 тысячи рублей. На 256 ГБ 51 тысячи рублей. Xiaomi 11T Pro на 128 ГБ обойдется вам в 55 тысяч рублей. А на 256 ГБ за 59 тысяч рублей. Также у версии Pro имеется модель на 12 ГБ оперативной памяти и цена составит 64 тысячи рублей. Но имейте ввиду, что на старте продаж Xiaomi всегда делает хорошую скидку. Поэтому переходите по ссылке в описании и смотрите. Возможно вы хотите по очень вкусной цене. Делитесь своим мнением насчет этих смартфонов в комментариях. До новых обзоров. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok